то народ вот ко мне летят очередные цыгане летят ко мне откуда-то с другой стороны сейчас на мухой переодеваться и смотреть куда они сядут так ну рой явно куда-то сейчас на смотри куда привьется он сейчас будем смотреть куда он привьется рой сел на елку они вообще почему-то раи любят елки рой прилетел вот с той стороны там где новый комплекс там где у меня висят ловушки с той стороны прилетел то есть уже как вам сказать с севера на юг уже полетели вот сейчас я его буду садить лестницу при таране и буду потихонечку его собирать рой успокаиваться заканчиваться посадку сейчас его еще водичкой смочу прямо струей остальная пчела сейчас будет садиться и будем снимать рой так благо лестница трансформер и и поставил в виде буквы г сейчас аккуратно постараюсь забраться вот полетел оттуда сушилки вот территория моей пасеки я посчитал что лучше со стороны дороги залезть и они как раз хитро спрятались от меня сели они все правильно не сели в тени они сели в тенечке вот на чем дело заметил что у меня в этом году орехи будут лещина зеленая это уже радует плохо что на самой вершине пчела подтягивается сейчас еще раз побрызгаю и буду аккуратно снимать придется резать ветки ну здесь благо не институт экономики права здесь я садил эти деревья могу немножко и пожертвовать извините что не снимают не буду снимать как его снимают автология ну тут сами понимаете не дело не уже до искусства тут главное снять почувствовал что надо ломиться на пасеку попытка номер два уронил этот секатор так пчела еще здесь вьется так там то понятно что там у нас раевня а черт что-то и здесь они трутся сейчас поставим рамку должны на рамку прийти ну как я и предполагал матка по всей видимости уже в раевне сейчас еще поставил рамочку дежурную чтобы они переползли с елки елка пришлось немножко пожертвовать чуть-чуть ее подстриг но ничего страшного вот вам не упасть если сейчас остальную пчелу главное нам переманить на на рамку ну а пока я думаю можно покурить немножко это пчела она должна все равно разлететься ну в принципе можно и покурить в тенечке посидеть или сходить чай попить наверное я остановлюсь на варианте попить чаю лестницы не должны спереть тем более вот прекрасно понимать что где-то хозяин пасеки здесь да пойду пока чаю попью заодно и с корешем поболтаю да думаю пока нужно дать время поспокоить сырой вот таким образом бутылку повесил ну как здесь конечно никак в полицейский в институте экономики и права тут конечно уже все по цивилизованию но в этой жизни нужно быть ко многому готовым да пойдем пока чай попьем пока не успокаивается с обед обещают по прогнозу около 12 часов дождь я думаю где-то часа два-три пойдет дождь я могу спокойно поспать с ночной смены отдохнуть а вечером уже пересадить надеюсь в этот раз вы не сочтете это нытьем специально в этом году первый раз косил лицерну чтобы на второй раз все-таки выкинула но почему-то пчела на ней пока не работа ну что глянем что у нас натурится составил я а вот она вся пчела бьется сейчас я ее накрою нибудь потому что обещают дождь и чтобы пчелу не помочила пусть они будут под некой крыши очередной рой в копилку пасеки это уже прилетел дайте я посчитаю раз так два раза на акации привился в домик 345 это 6 рой привился это 6 рой сюда уже привился вот можно даже посчитать да вот 1 рой 2 рой там стоит 3 рой 45 да и вот под кустом 6 рой сейчас на данный момент на пасеку уже прилетела 6 6 раев 7 рой который вылетал был мой вчера пытался роиться но я его загрузил работой домик у меня был специально подготовлен я все жду бакфаст с германии то есть он был подготовлен к разделению на два корпуса и разворот на разные стороны литки но вчера верхний литок я закрыл уже каким образом я загрузил работой пчелу у меня сироп был сварен для тихо для малышей вот для отводков я что сделал второй корпус весь поставил вощину три рамки с раскрытым открытым раскладом разного возрастным и вощину и 6 литров сиропу почему сиропу даю не боюсь по одной простой причине что этот домик над к в откачке участвовать не будет здесь вот так называемый технический мед если он какой-то заготовится то он пойдет уже на зимовку а так эту семью учишь ждет что она будет разделена на две равные части и будут подсажены то есть родные матки будут удалены и будут подсажены матки бакфас ну это если меня не обмануты все у нас сбудется все пока приезжал в 10 после работы пока матушку кормил 12 часов но я с утра заметил что какие-то пчелы очень сильно жалят вот сейчас приезжаю чувствую что опять кто-то буянить на пасеке и обнаруживаю вот такой рой но хочется верить что все таки это мой рой у меня один домик я проворонил и он собирался родиться но рой здоровенный не знаю конечно сейчас я их намочу и пересажу а пересажу во второй корпус сейчас осмотрю тот домик он ли не он и вот этот весь рой посажу на овощину сейчас пока их промочу хорошо не вздумали никуда лететь так мужчина у меня вроде есть с пару рамок возьму из того домика ночью ливень был здоровенный привелся натерл и опять обещает ливень даже не знаю что думать до сих пор еще матки не пришли а уже практически 20 число но не хочется верить что что последний кинет мы посмотрим просто может быть на самом деле и германии такая же погода ай-яй-яй вот эту ветку как-то мне не хочется обрывать потому что она у меня с терном и терна довольно таки много на этой ветке сейчас постараюсь аккуратный кушечком стащить там соседка жаловались без типа пожалили я пошел проверять на самом деле жалят не было такого а вот ладно будем пересаживать